Как было написано на форуме дорожного контроля, в управление МВД по борьбе с киберпреступностью поступило заявление касательно работы проекта дорожный контроль. Сегодня я приехал в это управление для дачи пояснений по сути заявления. Выяснилось, что заявление об этой ситуации в управление МВД подал адвокат Гетьманцева, нашего инспектора Гетьманцева, который оказался недоволен фактом опубликования статьи о его неправомерных действиях и обратился с иском против дорожного контроля в суд. Чтобы попытаться, возможно, запугать, напакостить или попытаться вообще ликвидировать дорожный контроль, адвокатом Гетьманцева было принято решение написать заявление в милицию. Суть этого заявления заключалась в следующем. Во-первых, адвокат Гетьманцева потребовала возбудить уголовное дело против дорожного контроля по факту мошенничества. Мотивы, точнее основания для подачи такого заявления мне неизвестны. То есть, на чем опирался адвокат, предпринимая такие действия и что было указано в этом заявлении мне неизвестно. Кроме этого, ставился вопрос о том, что дорожный контроль работает незаконно. То есть, мы якобы, точнее мы не зарегистрированная общественная организация и, следовательно, не имеем права заниматься общественной деятельностью. Значит, я дал исчерпывающее пояснение следователю управления МВД по борьбе с киберпреступностью в течение скольких часов. Я рассказал, что, во-первых, дорожный контроль не является общественной организацией и действует исключительно как средство массовой информации. Поскольку в Министерстве юстиции Украины в начале этого года было зарегистрировано газета дорожный контроль. И согласно этому свидетельству о регистрации мы имеем право заниматься журналистской деятельностью. Это фиксация правонарушений, публикация информации и так далее. Собственно, основной состав Киева, руководство дорожного контроля, все являются журналистом указанной газеты и действуют на основании закона о средствах массовой информации. Потому, говорить о том, что мы занимаемся общественной деятельностью в рамках закона Украины про объединение громадян, неуместно. Я пытался, естественно, это объяснить и уверен, что мои слова были услышаны. Я дал пояснение по этому поводу, что нет оснований вообще проводить проверку в рамках этого направления. Однако такое заявление есть. Что я услышал со стороны МВД? Значит, они сказали, что оснований возбуждать уголовное дело нет. То есть в действиях дорожного контроля нет состава уголовного преступления, в частности мошенничества. Однако есть признаки, по их мнению, проведение общественной деятельности, что незаконно, поскольку мы незарегистрированная организация. Значит, мне было сказано, что на сегодняшний день на основании тех материалов, которые были получены, на основании тех пояснений, которые были предоставлены мною, будет проводиться юридический анализ. И при участии Минюста. И будет приниматься решение о составлении административного протокола по факту, по их мнению, нарушения административного кодекса. Незаконное занятие общественной деятельностью. Естественно, что я высказал свое мнение по этому поводу, что, безусловно, этот вопрос будет иметь политический характер. Ведь мы помним, что на выступлении на Первом национальном телеканале, представитель президента Украины прямо сказал, что он, в принципе, поддерживает деятельность дорожного контроля, и мы занимаемся правильными вещами. Но в то же время, некоторые инспектора ГАИ, и в частности гетманцев, пытаются с помощью своих неправомерных действий, путем направления каких-то лживых заявлений, дискредитировать дорожный контроль и привлечь к ответственности за те правонарушения, которые мы не совершали. То есть, во власти возникает двоякое восприятие дорожного контроля. Высшее руководство страны не против нашей деятельности, а подчиненная исполнительная власть, в особе МВД и некоторых инспекторов ГАИ, пытается нас дискредитировать. То есть, вот такая вот ситуация. Безусловно, что если такой протокол административный появится, ну, это не влечет каких-то серьезных санкций, там предусмотрен штраф денежный, недостаточно большой, но сам факт такого протокола, естественно, будет воспринят именно политически, что вот дорожный контроль якобы незаконно работает. Естественно, что мы будем бороться в суде и доказывать свою правоту. Ну, и во многих, каждый раз мы подчеркиваем, что дорожный контроль на сегодняшний день не является общественной организацией. И я никогда не говорил о том, что и лидеры общественной организации. Дорожный контроль – это проект общественный, неформальный, когда люди просто собрались и занимаются тем, чем хотят, а именно фотографируют деятельность работников ГОИ и размещают на форуме. Ведь, фактически, если мы говорим о том, что деятельность дорожного контроля – это общественная организация, то тогда придется регистрировать все автоклубы и все любительские форумы в интернете как общественной организации, что является бредом. Потому, естественно, что мы будем ждать решения МВД по этому поводу. В принципе, я заметил с их стороны незаинтересованность, они, думаю, будут подходить объективно к этому процессу. Но если все-таки протокол такой будет составлен, то мы предпринимем все юридические способы для своей защиты. Отдельно хотим сообщить, что поскольку инициатором этого процесса был именно Гетманцев, то с этим инспектором ГОИ мы будем разбираться очень принципиально и очень жестко в юридическом плане. Значит, на сегодняшний день и длится суд, который в заседании следующий будет 21 января 2012 года, мы будем поднимать в том числе и этот вопрос на зале судебного заседания. Кроме этого, будет решаться вопрос о всех нарушениях этого инспектора. Ведь не секрет, что любой работник госавтоинспекции за свою работу, во время своей работы, постоянно нарушает законы. И проверить это достаточно легко. Потому, в плане Гетманцева мы будем сейчас очень внимательно наблюдать и писать жалобы, писать иски в суд по каждому факту выявления права нарушения. Даже не только Гетманцева, а вообще всей КОПРы этого подразделения, которое на сегодняшний день является фактически единственным подразделением госавтоинспекции, которое занимается открытым террором и неуважением гражданам Украины, и нарушением конституционных прав граждан. Потому, этот вопрос принципиальный и касается не только дорожного контроля, но и всех граждан Украины. Продолжение следует...